Ну если говорить об озимой пшенице, то пострадали в основном пассивы, которые позднего срока села, по предшественникам пропашным, типа подсолнечника, которые с осени не раскустились и выходили в зиму в фазе 1-2 листа до 3 листа. Вот эти пассивы от заморозков пострадали очень сильно. Ясно. В чем проблема оказалась? Дело в том, что эти пассивы, минуя фазу кущения, сразу пошли в фазу трубкования. Соответственно, вторичной корневой системы там практически не было. И вот этот заморозок, даже небольшой, он нанес достаточно большой вред. С чем это связано? С тем, что за апрель месяц мы набрали сумму температур в полтора раза превышающую многолетнюю. Соответственно, растения уже в конце апреля ранние сорта вступили в фазу флагового листа. А такие сорта, типа вот как Кубань, они вообще к 1 мая зацвели даже, ультра ранние. Соответственно, больше всего пострадали вот эти вот пассивы, которые не раскустившиеся. Те пассивы, которые раскустившиеся, даже там, где вторичная корневая система находилась в сухом, они достаточно удовлетворительно перенесли заморозки. Сейчас по этим пассивам просто надо провести инвентаризацию, посмотреть, препарировать колос, посмотреть, какая часть колоса пострадала или не пострадала. И определить процент поврежденных растений. То есть, если у нас густота на данный момент будет порядка 3-4 миллионов, то есть, если на квадратном метре у нас есть 300-400 продуктивных стеблей, то мы эти пассивы должны оставить, не трогать. Но мы должны их, как только волна заморозков пройдет, вот эта вот первая волна прошла, сейчас обещают вторую, будет она, не будет вопрос. Но по-любому, где-то с числа 14-15 мая надо будет провести стимулирующую подкормку, смесь лигногумата с аминокислотами или лигногумат есть с микроэлементами с аминокислотами. Вот им надо пройти и аккуратненько провести подкормку, потому что ранняя подкормка, если сейчас мы сделаем и придет вторая волна заморозков, то мы усугубим ситуацию. Почему? Потому что стимуляторы и аминокислоты, они позволяют растению быстрее отойти от стресса. Соответственно, возрастает обводненность тканей и вторичный заморозок, он не даст возможности восстановиться растению и растение погибнет. Те посевы, которые имеют меньше 250 стимулей на квадратном метре, эти посевы окажутся крайне низкопродуктивными. Их целесообразно пересеять, потому что сейчас только начало мая, у нас еще есть возможность пересеять такими культурами, как подсолнечник, сорга, кукуруза, проса. То есть те культуры, которые в поздних сроках села, единственное, надо убедиться в том, что семена будут ложиться во влагу, а вот это вот оставшиеся растения, которые не погибшие, найдемой пшеницы, их надо будет просто уничтожить лифосатами, ни в коем случае не залазить ни с какими обработками почвы, а уничтожить лифосатами и по возможности с селками прямого села произвести посевы. Это что касается зимой пшеницы. Да. В общем, понятно, да? Да. На посевах, которые сейчас с продуктивностью где-то 400-500 стеблей, но в некотором угнетении местами, потому что замороз, конечно, проходит очагово местами, там можно провести вместе с аминокислотами и в некорневую подкормку слабым раствором карбамидом, 5-процентным. Но дозировка должна быть небольшая, не больше 5 кг в действующем веществе, поддерживающая подкормочка, выравнивающая. Опять же, если посевы находятся в угнетенном состоянии из-за дефицита влаги, помимо заморозка, то эта подкормка будет малоэффективна. Поэтому, если пройдут малейшие осадки, вот как сегодня были в Ростове, если хотя бы такие осадочки проходят, надо проводить подкормку. Но тоже 14-15, а не раньше. Не раньше. Раньше вот эта сейчас волна, ну, вроде бы она до нас не должна дойти, но кто знает, лучше тут себя поберечь, как говорится, лучше перестраховаться в данном случае. Мы эти заморозки ожидали в апреле, но видите, что получилось? Все наоборот. Апрель оказался как май, а май оказывается как апрель с заморозками. У нас такая ситуация регулярно повторяется. У нас было это и в конце 80-х, и в середине 90-х. И последний раз у нас заморозки были в 2020 году, но и сильно пострадала зимая пшеница, заморозка в 2003 году. Ну, у нас на памяти свежо, это вот 2020 год, когда было три волны в апреле. Это вот по озимое, тут еще вопрос такой, что еще не закончились волны холода. Это вот одна волна мы встретили, следующая волна вот сейчас в Москве, она движется в нашем направлении. Докуда надойдет вопрос. Еще обещают, еще третью волну холода. Будет он с заморозками или это будет около нуля, но ситуация пока такая. Да. Что касается подсолнечка. Ну, подсолнечек, в общем-то, если он находился в фазе всхода, то есть, если иметь дольные листья, прихваченные, то он отходит, потому что у него точка роста, надо посмотреть, пострадала точка роста или нет. Если точка роста пострадала на части растений, допустим, если сеялось 60 тысяч взошло растений и пострадало в пределах там 15-20%, то это надо так и оставить, не трогать ничего. Просто провести подкумку с микроэлементами и лигногуматом в основе должны быть из микроэлементов, конечно же, лор, конечно, должен быть из макроэлементов фосфор в жидком форме, вот, и аминокислота и полизина восстанавливающая. Вот надо будет этим раствором пройти, но опять же, не по семидольным листьям, а когда появится первая-вторая пара настоящих листьев. Если же заморозок прихватил растение подсолнечек, которое уже в фазе там вторая-третья пара настоящих листьев, то тут надо посмотреть, насколько сильно пострадали растения, в плане погибла ли точка роста или нет. Это видно буквально на второй-третий день после заморозка, когда солнышко днем посветит, и сразу видно, точка роста, она как, погибла или нет. То есть, если мы ее начинаем, срываем растение и препарировать начинаем, если она зеленая, точка роста, значит она не погибла, если она коричневая, значит она погибла. В зависимости от процента гибели, то есть, если у нас погибло больше 50% растений подсолнечка, тогда нам надо смотреть, есть ли влага в почве, чтобы произвести пересев. Если влаги в почве нету, то нужно лучше оставить его в таком состоянии. Даже если будет 25-30 тысяч растений на гектаре, в общем-то удовлетворительный результат мы получим. А если есть влага, то лучше пересеять. Ну, надо иметь в виду обязательно, что стоимость семян, это тоже ценник сейчас достаточно высокий, поэтому если пересевать лучше более дешевыми, или сербскими, или турецкими, или нашими гибридами отечественными. Сейчас еще остаточное количество их есть, поэтому можно и так делать. Плюс сейчас вот поступили совершенно недавно партии семян компании Сингенда, которые задерживались, но вот сейчас они поступили, еще семенной материал по подсолнечку есть. Да. В общих чертах по подсолнечку, кратко так. Ну, безусловно, в каждом хозяйстве, на каждом поле совершенно разная ситуация. Я вот смотрел ситуацию в Краснодаре, смотрел у нас, смотрел в Ставрополье, и смотрел в Воронеже. Больше всего, конечно, пострадал Воронеж, и правообережная сторона Дона. То есть вот эта вот часть, начиная от Черткова-Миллерово и заканчивая Никлиновским районом. Вот сюда, вот эта часть, больше всего у нас пострадала. Северо-западная зона и приазовская зона, вот правообережная часть зоны. И северо-восточная зона, то, которая по правой части Дона, это вот Константиновский, Донецкий, Цемлянский районы, это северо-восточная зона. Левобережная часть, это вот Семикаракорский, Мартыновский, Веселовский, вот тут повреждения несущественные. Они есть, но они несущественные. И дальше южнее повреждений нет уже, одному разу. Что касается кукурузы, ну, доля посеев кукурузы у нас очень небольшая. Кто-то ее посеял, она только зашла. Если у нас один лист, единственный зашел, то у нас точка роста, она находится в пазухе. И даже прихваченные такие всходы, они, в принципе, отходят. Чтобы они погибли, надо, чтобы заморозок был ниже минус пяти. У нас такие заморозки локально кое-где были, но надо смотреть, были ли эти заморозки на, конкретно на посевах кукурузы. Ну и посевы кукурузы, если фаза развития уже третий лист, то третий, четвертый лист, это уже более уязвимая фаза. Надо смотреть. Вот, допустим, если хороший замороз зашел, допустим, минус четыре, минус пять, то, как правило, это посевы уже погибшие на 70-90%. Есть такие уже поля, такие посевы. Они, конечно, подлежат однозначно пересеву. Но пересевать надо убедиться в том, что влага в почве есть, прежде чем пересевать, потому что если посеем в сухую почву, то никакого нормального эффекта и мы не получим от этого пересева. То есть тут лучше сделать паузу или подобрать другое поле, где есть влага, или дождаться, чтобы выпали осадки, и потом произвести пересев. Кукуруза у нас в основном, это в хозяйствах, где есть крупно-рогатый скот, то есть она используется в основном для заготовки силоса. И с учетом ситуации, которая сейчас сложилась, если это силосная кукуруза, то лучше пересев произвести с оргосуданским гибридом, который более засухоустойчивый и более продуктивный при сухой жаркой погоде. Что касается, если у нас повредилась, допустим, часть растений, грубо говоря, там 2-30% гибели, а остальные в угнетенном состоянии, то нам также надо произвести стимулирующую подкормку, а также аминокислотами, сосновой львина, и олигногуматом. Тут вопрос по кукурузе еще следующий. Кукуруза у нас достаточно чувствительная культура в том плане, что все вот эти вот подкормки, независимо от культуры, мы не должны ни с какими серьезными препаратами применять. То есть, как вот делают в баковых смесиях, категорически нельзя добавлять гербициды, потому что это убьет растения. И инфектициды с фосфорорганической соединения инфектицидов, они тоже жестко ожигают, жесткого действия, поэтому все такие препараты надо исключить из обработки. И что касается применения гербицидов, то подмершие посевы пока не восстановятся, с гербицидами лучше туда не заходить, потому что мы ситуацию сугубим. Это вот что касается кукурузки. Алло? Да, да, да. Я слышу все хорошо. И что касается гороха. Посевы гороха у нас на юге уже, вот я имею в виду Краснодарский край, некоторые посевы юго-ростовского гостя, они уже зацвели. Если заморозок настиг, эти посевы в фазе цветения, то спасти их, вот эти вот, которые подвергнутся заморозку, уже не удастся, но можно простимулировать баковой смесью жидкого фосфора с лигнафуматом, простимулировать развитие боковых побегов, потому что корневая система гороха стержневая, она достаточно сильная, уже глубоко проникла. И когда мы простимулируем, вот эти вот погибшие побеги отпадут, а проснутся боковые почки. И на боковых почках тогда мы можем получить относительно сносный урожай, будем так говорить.